мандаринки и снежинки в чем красота да в том что они вот у нас такие вот прозрачные все и очень естественно да выглядят то есть на свет если подсветить то есть они как бы вообще совершенно прозрачные и выглядят как сахарные фрукты вот очень здоровски поэтому как мы делаем их для того чтобы нам конечно вот все ягодки которые я вам показывала они были из белого пластика в данном случае мы берем прозрачный пластик он немножко отличается от белого по своей консистенции я сейчас расскажу о особенностях работы с ним если вот белый пластик у нас номер 305 то этот у нас прозрачный пластик номер 326 ну вот здесь да написано не перепутаете то есть две таких же точно совершенно бутылочки эту упаковку я вам показываю но пластик прозрачным остается не светлеет при высыхании как с ним работать он немножко другой немножко не такой как белый пластик слушайте пожалуйста внимательно кому интересно кто с пластиком действительно хочет работать кто уже пользовался белым пластиком потому что детали очень важны в работе с ним и чтобы вы потом не говорили что у вас там что-то не получается и да я сейчас расскажу тонкости значит форму до моды мы отставляем пока берем как всегда значит во первых если белый пластик мы можем измерять шприцами то прозрачные лучше шприцами не измерять лучше взвешивать то есть мы берем обязательно весы у меня вот такие вот увидите такие где-то не покупайте ужасные весы лучше купить медицинские или косметические весы они стоят одинаково но вот эти вот все что ваша она продается это ужасно конечно весы плохо работают но мы с ними как-то сдружились они меня то показывают они показывают значит мы берем также да две баночки у пластика прозрачного берем первую а наливаем вот у меня получилось 15 грамм на глаз у меня просто отлита у меня дома большие вот видите подписано буква у меня большие канистры с прозрачным пластиком я вот сюда вам принесла показать маленькие значит 16 и 16 не нужно отвердить или налить 32 значит да запомнили прозрачный пластик лучше взвешивать то есть он то ли по плотности разные то ли еще что-то но чтобы у вас точно все получилось нужно взвесить значит также размешиваем прозрачный схватывается быстрее чем белый то есть вы должны с ним быстрее работать он быстрее густеет его можно не успеть долить из стакана да он густеет я вам сейчас попозже покажу великую свою заготовку которая у меня получилась из прозрачного пластика когда я немножко зазевалась да выглядит она вот так это то что у меня не долилось из стакана она просто загустела в полете совершенно кстати как стекло да как сосулька пропорции один к одному и быстренько то есть он греется достаточно быстро мы быстренько его заливаем также тонкость еще одна в отличие от белого пластика который практически не дает пузырей прозрачный пластик как бы вы его не смешивали дает пузыри смиритесь не пытайтесь с ними ничего сделать используйте этот материал в технике в которой мелкие пузырики вам не помешают гонять разгонять пузыри здесь никак не отстаивать его не получается я пробовала очень много всего с ним сделать чтобы пузырить и убрать не получается не мучаетесь не думаете что у вас руки в крюке а у натальи близко получается нет будут пузыри они получаются достаточно меленькие не знаю вы даже ответы мои супер заготовки видите наверное на чуть-чуть мутность это пузырики ничего с ними не происходит и вот так конечно ломается да если сильно прям нажать но застывает как стекло так оставляем с вами а сколько он застывает он у него своя жизнь без белый пластик четко видно когда застывает он начинает сверху вас мутнеть белым схватываться то прозрачный нужно пробовать отделяя немножко силиконовую форму от бачков если пластик уже под застыл хорошо то форма если пластик тянется за формой значит он еще не готов определить на глаз время застывания этого пластика тяжело но 15-20 минут форму ничем не смазываем в этом случае в моем я не смазываю но я мало отливаю да вот это первый раз я использую форму если отливаете много раз снежинки делаете много то разделителем обязательно смазывайте сбрызгивайте вернее он есть у нас в тюбике спрея на сайте так весы мне больше не нужны на сайте он выставлен там 100 рублей по моему стоит вы можете девочки заменить пластик на эпоксидку в том случае если у вас эпоксидки столько что вам надевать некуда потому что мы сейчас посчитали себестоимость вот такой снежинки до залиты форму 20 рублей а полноценная игрушка осталось только прикрутить здесь сделать дырочку да и прикрутить веревочку но я вам расскажу как ее тонировать вот а по эпоксидке у вас затраты будут но я не знаю но будет очень дорого делать такие игрушки или мандаринки даже из эпоксидки мне кажется не жалко на это тратить эпоксидку но смотрите сами можно конечно оставить ее форме там наверное застывать а наоборот эпоксидную смолу пластика нет нет вряд ли эпоксидная смола более прозрачная и она намного дольше застывает там есть возможность как раз убрать пузырь и сделать ее прозрачный идеально пластик все-таки здесь у него маленькое время жизни и он застывает намного быстрее да то есть время подготовки вот такой такой полноценной игрушки вот я вам сейчас какую-нибудь покажу там готовую до новинку которую я сделала такую вот то есть я потом вам их покажу побольше поактивнее подсвечу не знаю насколько здесь но один вечер да там за один вечер можно сделать 10 20 штук снежинок очень красивых а из эпоксидки вы будете делать очень долго что происходит с этим прозрачным пластиком был бы он вот прозрачный вот такой вот да со всех сторон было бы здорово но он к сожалению от силиконовых форм он мутнеет с одной стороны то есть другой он остается вот таким глянцевым видите да ликует вот а с этой стороны он немножко мутнеет я очень долго пыталась сделать что-то красивое из него и прокрашивала его различными красками но у меня не получилось так не получалось все такой эффект который я хочу такой прозрачные снежинки и мандаринчик тоже не очень тут меня осенило и я отработала эту технику практически уже в совершенстве которую сейчас вам покажу все прекрасно держится все очень красиво получается и очень быстро делается игрушка делать получается очень дорогая и делается очень быстро получается очень красивая кто-то меня там в чате спрашивал бьется ли пластик не бьется просто вот это то что я сам мало сейчас это у меня экспериментальный был вариант он в неправильной пропорции был смешан поэтому хрупкий если что-то падает снежинка падает там с елки лишь ничего не разобьется в том-то и прелесть этих игрушек вот они падают они с высоты упадут не будут биться том-то и прелесть что они безопасны для детей животных и всех остальных и выглядит как стекло значит что мы будем с вами делать мы с вами берем витражные краски какие у нас витражные краски есть есть на водной основе есть не на водной основе нас вот такие вот как называется ferrari вот такие разные витражные краски они не на водной основе они пахнут кто с витражными красками работает знают наверное прекрасно о том как это делается и как с ними работать и какой запах да у них вот нам сейчас понадобится голубая краска вот значит вот эти краски пи био которые вот такие мне нравится больше они лучше смешиваются между собой они дают больше цвета то есть как-то пигмента что ли у них побольше и в общем они как-то получше работают у меня по крайней мере вот пока вот эти понравились больше чем вот этим на этими если у вас есть любые краски даже водные можете ими работать не обязательно что-то покупать и также в этой технике выбери вы знаете что я настаиваю на том что пластик ничто не держится на пластике да нужно ацетоном нужно грунтом обрабатывать данном конкретном случае так как краски витражные очень цепкие работают по стеклу мы с пластиком прозрачным работаем точно так же как работаем со стеклом прекрасно у нас все будет держаться то есть мы берем с вами спирт то же самое да я обезжириваю спиртиком ничего шкурить не нужно ничего делать с ней больше не нужно только спирт никакого грунта для нанесения вот под витражную краску не нужно нам пока нас подсохнет я вам покажу разновидности снежинок которые я сделала значит где то вот с одной стороны вот так выглядит снежинка да с внешне с лицевой стороны и вот так она выглядит давай телефон да мы сейчас подсветим я вам хочу показать как они блестят да мы долго мучились как показать вам на камеру какая она красивая и блестящая будет висеть на елке да то есть вот так вот более-менее да девочки видно что она прозрачная вся переливается и очень красивая ну я думаю что здесь все прекрасно видно на фотографии группе я выставляла да видно что они прозрачные вот ну и вот такой вариант то есть я сделать они не доделаны еще то есть здесь еще будет витражная краска и вот эти пока еще не додела я делаю для себя в какой-то веке на елку повесить вот значит вот на этой снежинке всего две витражные краски использовалась здесь вот она такая с обратной стороны вот здесь перламутровая витражная краска серебряная и прозрачная витражная краска зеленая то есть можно комбинировать раскрашивать как угодно как захотите потому что для витража тут самое место здесь много углублений различных можете в общем расписывать эти снежинки как ваша душа пожелает и золотом по краям и золотом да девчонки по краям и вот так же вот эту розочку у нас получалось подсветить покажу вам сейчас розочку вот видите видите что она прозрачная это белый пластик розочка из белого пластика которая также обезжирена спиртом и покрыта витражными красками то есть тоже растонированная витражные краски между собой смешиваются красиво выглядит можно разные цвета роз сделать вот вот такая еще есть то есть разные по форме они это недоработанная да я только начала с цветами работать что-то хочу из них придумать вот они еще не до конца у меня прокрашены берем витражную голубую краску и начинаем на снежинку ее наносить витражные краски лучше покупайте пибео вот эти мне больше они нравятся не на водной основе вот такие смешиваются между собой лучше смотрите да на краски у разных производителей время высыхания красок разное совершенно и покрывать лаком можно через разное количество времени то есть почитайте что у вас на упаковке написано я там несколько раз если один вот сейчас мы с вами один раз покроем снежинку она получается вообще как ледяная просто витражная краска тоненько наносится и получается такой эффект ледяной вот видите на практически прозрачная вот она а вот это например снежинка здесь она покрыта там два по моему у меня ли три слоя а именно по выклутом по выпуклым деталькам то есть я тонировала не полностью ее синим синей краской а только вот второй третий слой по выпуклым деталькам многоуровневая такая она получилась прокрашена и везде разные оттенки синего а это у нас вот сейчас получилась вот такая вот даже салфетка зеленая сквозь нее светится и белая видите светится то есть она ледяная ледяная из с другой стороны очень красивая на свет получается просто супер девочки задавали вопросы как из силиконовой формы вытащить пластик супер прозрачный чтобы он немножко вот не замутнел не как никак он замутнеет обязательно потому что то увы реакция силикона с пластиком но вот эти вот краски витражные они на основе растворителей на основе вальдспирита и как раз получается что эта краска немножечко подрастворяет вот эту матовую основу и остается вот эта вот прозрачность да и она краска сашвая получается то есть краски сами немножко глянцевые и они возвращают вот этой мутности убирают ее возвращают жизнь такой снежинки и вот эти пузырики воздуха которые в пластике прозрачном есть не знаю они добавляют еще больше такой нежности этой снежинки по поводу запекания витражных красок температуры при температуре плюс 40 где-то градусов пластик начинает течь девочки это не стекло все таки да это имитация стекла но не стекло поэтому будьте с этим аккуратны закрепляйте витражные краски лаком и специальные и по поводу светильников если энергосберегающую лампочку вы ставите светильник лампочку который не греет очень сильно горячо не нашу сссеровскую лампочку то можно если будет лампочка которая греет сильно то мне кажется может отойти лучше не нужно энергосберегающие лампочки спасут нашу планету и пластик вот того чтобы он как-то деформировался значит по поводу того как крепить на снежинки то есть вы можете просто вот к обратной стороне приклеить какую-то петельку или вы можете взять у кого есть взять нам потребуется один муж и одно сверло для стекла самая маленькая например номер четыре номер три и этим сверлышком мы сверлом по стеклу мы спокойно совершенно просверливаем в пластике отверстия в любом его месте там куда вы хотите веревочку закрепить лучше делать я делала это вот в этих местах да в серединке между двумя лучиками тогда снежинка висит достаточно ровненько и здесь сверлится хорошо вот и смело вставляйте веревочку и крепите на елочку также вы можете использовать для декорирования снежинок эти глиттеры я просто не стала не буду здесь вам это показывать потому что сами понимаете что такое глиттеры все это сейчас будет у меня в блестках я вам покажу готовые снежинки я их вот кучу слоев завернула всего чтобы они ничего не испачкали такая у нас снежинка вот на камеру лучше видно чем на фото видите переливается как вот она покрыта здесь два слоя краски и плюс глиттеры глиттеры такими палочками вот такая голографическая переливается очень красивая с этой стороны она прозрачная вот такая еще на я сделала с глиттерами очень красивая вот вот видите переход цветов здесь до от желтого к зеленому голубому это вот витражные краски между собой я смешивала я пас я в магазине у себя поставил эти снежинки по 700 рублей за одну штучку когда я поняла количество заказов я просто сняла с продажи потому что я не готова делать такие снежинки они по себестоимости получаются где-то около 100 если с красками все вместе то не знаю ну или 70 100 до зависимости от красок каких вы приобретете это уже на продаже да если вы будете сами если вы купите девочки пластик и будете отливать сами там копеечная себестоимость посчитайте мы не считали 10 грамм 10-15 грамм пластика уходит на одну такую снежинку то есть вы разводите 10 грамм 5 из одной бутылки 5 из другой заливаете форму 10-15 грамм зависимости от толщины из пластика здесь 800 860 грамм вот ну делите на 15 860 но снежинок 50 наверное 70 у вас получится штук и плюс витражная краска расход очень маленький плюс блестки тоже с глиттерами да по-разному покрасила вот этой стороны она вот так видна девочки спрашивают пластиковые формочки можно заливать нет нельзя из пластиковых формочек пластик вы не достанете вам пластиковая формочка ее нужно изогнуть чтобы достать что-то да вы пластик не изогнете вы конечно можете попробовать но я заливала наш пластик вот этот да в пластиковую форму но я потом вырезала отвержденный пластик из пластиковой формы там достать его практически невозможно ну такая моя любимая она почему-то больше всего нравится здесь разные краски и разные цветом блестки использованы сколько может храниться пластик бутылка пластик бутылках с момента открытия если вы аккуратно закрываете пробки аккуратно все делаете то вот у меня я его использую месяца за два за два с половиной если он закрытый у вас полностью стоит то может там до срок годности у него написано сколько угодно может стоять вот хотя открытую банку вот прозрачного пластика вот те контейнеры из которых я работаю у меня большие канистры и мы они уже открытые три года стоят и работают до сих пор вот сейчас я вам показывала у нас все застыло снежинка получилась хорошо взболтать пластик нужно если у вас долго стоит и работать все прекрасно получается хотя производитель перестраховывается и говорит что там нужно быстро использовать на самом деле я бы так не сказала все прекрасно работаете вот как с глиттерами я работаю я беру лак глянцевый яхтный неводный покрываю тонким слоем вот например те места тонким слоем лака покрываю который где мне нужно насыпать глиттеры пока лак липкий а я сыплю глиттер прямо с мастихина да вот таким движением и потом лишнее я просто переворачиваю так стряхиваю то количество глиттера которое мне нужно она прилипла на лак лак глянцево высохнет снизу он придать еще большую глянцевость глиттером и получается все шикарно держится для новогодних игрушек более чем достаточно ну 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 Субтитры подогнал «Симон»